Да, окей. Добрый день. Мы начинаем нашу 17-ю лекцию из курса книги Левит. И мы находимся сейчас в разделе Эмор. Мы обсуждали в прошлый раз, что раздел Эмор состоит из двух частей. Там сначала идут чистота священников, а потом идут праздники. И праздники тоже осматриваются в аспекте священников. Вообще, вся третья заключительная часть книги Левит это вопрос святости. Сначала у нас был раздел Кадашим про личную святость, а раздел Эмор про святость священников. И вот в этом второй половине раздела Эмор являются праздники в аспекте священников. Там это, кстати, первый раз, когда у нас есть полная система праздников. До этого системы праздников у нас не было дано целиком в полной картины. И здесь праздники разбираются в основном начинается, по крайней мере, с аспекта жертвоприношения храма. И в прошлый раз мы уже забрали, что есть суббота и есть Песох, где были два праздника. Праздник Песох, то есть принесение пасхальной жертвы, и праздник Мацы. И после этого мы переходим в следующий наш пункт. Это 23-я глава книги Левит, 9-й стих раздил про Омер, про принесение первой жатвы в храм. Опять-таки, поскольку все осматривается в аспекте храма, то Омер тоже осматривается прежде всего в аспекте храма. То есть до этого у нас был Песох, а после этого у нас переход к Омеру, и переход сделан так, 10-й стих. 9-й. Господь говорил к Маше и сквоит ему, скажи сынам Израилевым, когда придете в страну, которую я вам даю вам, и будете жать на ней жатву, то тогда, соответственно, первый сноп вашей жатвы приносите к священнику. Значит, и дальше описывается, как священник вознесет этот сноп, и в день вознесения какие еще жертвы нужны в дополнение к этому снопу. То есть это такое очень важное специфическое жертвоприношение, фактически это специфический праздник. Этот Омер здесь является как бы даже отдельным праздником. Мы такого праздника вообще не знаем в нашей сегодняшней жизни. Для нас Омер это просто счет Омера, который начинается после Песоха. А в Таре Омер дан как отдельный праздник. Он идет после Песоха и связан с ним, но насколько он непосредственно после Песоха, здесь не очень это ясно. Здесь нет такой четкой связи. Причем Песох у нас закончился перед этим, а теперь сказано другая привязка. Десятый стих не дает привязки Омера к Песоху. Он дает привязку к Жатве. И во-первых, мы видим очень важный момент, что у нас здесь, во-первых, появился сельскохозяйственный аспект. У нас все праздники имеют исторический аспект и сельскохозяйственный аспект. Мы немножко позже об этом поговорим подробнее, когда дойдем сейчас до праздника Суккот. Но сама идея этого сельского хозяйства это очень существенно. Но однако, как я сказал, здесь нет такого однозначной привязки к Песоху. Привязка не очевидна. И даже здесь сказано так, когда вы придете в Стеану, которую я вам даю, и вы будете сжать жатву, то есть как бы дата поставлена на усмотрение самих евреев, что когда вы будете сжать жатву, когда вы сами решите это делать, нет указания делать это после Песоха. И дальше очень непонятная фраза в одиннадцатом стихе, что священник вознесет ее на завтра после дня покоя, мимо Харата Шаббата. Такое выражение, которое не очень понятно, мимо Харата Шаббат. Шаббат это суббота или Шаббат это день покоя, то есть Песох. И как мы знаем, что исхождение в понимании этих слов, является ли это после субботы или это после Песоха, было предметом огромного спора и конфликта между фарисеями и садутиями. И мы сейчас рассмотрим этот отрывок до конца, а потом посмотрим более подробно в чем же состоял конфликт. Значит, там дальше нужно принести однолетнего ягненка, это, я сказал, жертвы, которые сопровождают Омер, то есть он представлен как отдельный праздник. И очень важно 14 стих «До этого не ешьте хлеба нового урожая». Пока вы не принесете Омер, не ешьте нового урожая, а когда уже принесете, можете есть. И это признает, как бы, что урожай дан всевышним, но здесь очень непонятная фраза, что этот устав вечный в поколении ваше, во всех местах вашего поселения. И вот во всех местах вашего поселения, как понять этот стих, это тоже очень непонятно. То ли это означает, что это во всех странах, где бы вы ни жили, то ли это во всех местах после вашего поселения. То есть, когда вы поселитесь, то тогда вот так вот ведите себя. и поэтому пусть вы займете места вашего поселения. И из-за этого есть огромное схождение в Галахе, относится ли вот этот закон, он называется Хадаш, новый, относится ли он только к стране Израиля или относится к загранице тоже. И в стране Израиля этот закон очень понятный, потому что в стране Израиля хлеб сеют азимы, то есть под зиму. А именно его сеют осенью и дальше идут дожди зимой и летом, весной точнее хлеб вырастает и до того, как принесли омир, нельзя есть от нового урожая. Это еще как бы разумно понятно и можно соблюсти. Но за границей это вообще практически невозможно, потому что хлеб сеют не только азимы, но и яровые. То есть поскольку дождь идет за границей, то есть вне страны Израиля не только зимой, но и летом прекрасно идет дождь, то есть еще другой вариант, что хлеб сеют, зерно сеют весной и потом женают. И получается, что этот урожай, который вырос, не его есть до следующего Песоха, то есть полгода. И тогда получается, что за границей нельзя соблюдать то есть нельзя есть зерно, пока не ступил в начале следующего года. И это просто необычайно затрудняет за границей соблюдения этой заповеди. Тогда и хлеб нельзя есть, пиво нельзя пить в определенные периоды, так сказать, например, скажем, в конце лета, пиво наверняка сделано из хлеба, который посажен весной, а вовсе не из предыдущего урожая. И это начинается огромная проблема. Но и в Талмуде есть два варианта понимания. В итоге галаха в основном идет по варианту, что это только РЦСРАЭЛЬ, и за границей этого нет, но есть те, кто ставит больше хумру, более строго к этому относятся, и считают, что за границей тоже. Хотя это редкость, обычный крошел идет по галахе, и этого внимания не принимает. Это мы забрали сам отрывок. Теперь давайте обсудим, в чем же был конфликт фарисеями и садутиями в отношении снопа омера. Значит, обычное объяснение такое, обычное объяснение, к которому мы привыкли, которое во всех книгах написано, и на самом деле это меймонит. Он говорит так, что фарисеи знали устную традицию. С точки зрения устной традиции, на следующий день после дня покоя, это после праздника Песоха. Поэтому омер всегда нужно сжинать сразу после Песоха, совершенно неважно, на какой день Песох пришелся, и дальше считают 50 дней, 7 недель, и получается праздник шивот всегда на 50-й день от Песоха. А садутии, по той концепции, которую излагает Маймонит, они эту традицию отвергали, они были с ней не согласны, они читали слово Мимахарата Шаббат после субботы, прямо как после субботы, в смысле дня субботы, и поэтому считали, что обязательно нужно начинать читать омер только после субботы, на исходе субботы, а вовсе не первый день Песоха, или календарь должен быть так, чтобы Песох приходился на субботу, и так далее, было огромное схождение в календаре во всех вопросах между фарисеями и садутиями. Но и так, с точки зрения Маймонида, фарисеи опираются на устную традицию, а садути отвергают традицию, и в этом причина расхождения, так мы привыкли это понимать. На самом деле здесь совсем не так просто. Вообще надо отметить, что слово день покоя во всем этом отрывке и дальше в празднике, то есть, если день покоя, точнее, шаббат, темен шаббат употребляется в самых разных смыслах. Это и шаббат суббота, и шаббат праздники, и шаббат шаббатон йом-ки-пур, и шаббат в смысле неделя. И это, казалось бы, очень сильно поддерживает точку зрения фарисеев, что здесь шаббат совершенно употребляется в разных смыслах. И садукеи, которые как раз уделили большое место и большое внимание прямому тексту Тары, непонятно, чего же они тогда так уперлись, то, что шаббат здесь обязательно суббота. Хотя в этом отрывке мы видим просто в соседних стихах про другие праздники, что шаббат упоминается в самых разных смыслах. прям тут же в следующих же стихах шаббат употребляется в смысле неделя. Почему нужно обязательно настаивать, что шаббат это суббота? И что садукеи не знали вообще, что есть устная традиция? Это да, это выглядит, что садукеи придерживались как бы текста, фарисеи придумали себе устную традицию, но тоже я бы сказал трудно воспринять такую концепцию. концепция распространена в атеистических подходах, что просто фарисеи придумали себе устную традицию, но она, конечно, тоже непонятна, с какой стати люди будут придумывать себе ни с того, ни с сего устную традицию, зачем им это надо, почему они будут на ней настаивать, почему народ пойдет за этой линией, если такой традиции не было, а если такая традиция была, то что ж фарисеи были тоже, что ж садукеи тогда были против нее. То есть это не совсем понятно, это такое простое понимание черно-белого этого конфликта, оно ни в ту, ни в другую сторону не очень укладывается с каким-то рациональным оценкой ситуации. Теперь, и важно знать, что есть другой подход к этому конфликту, и этот конфликт, этот другой подход излагает Иуда Оливий, или точнее этот подход базируется на концепции Иуды Оливий. У Иуды Оливий концепция другая, чем у Маймонида, Иуда Оливий принципиально по-другому понимает понятие устной тары. Значит, мы привыкли к Маймонидовской концепции, что устная тара это то, что Бог сообщил Моисею на горе Синае, а просто она не была записана. И прям в точности, как у нас есть, все это прям было Моисею сообщено, и Моисею прям было сказано, что мимо Харата, шаббат, в смысле на следующий день после дня покоя, здесь означает после Песоха. А Иуда Галевий сожжет совершенно иначе. Он говорит, устная традиция это то, что решение многих вопросов вообще было передано мудрецам, или точнее не мудрецам, а еврейскому народу, или его представителям, и пророкам, и духовным руководителям. То есть на Синае вовсе не было определено с самого начала все эти детали. На Синае были даны принципы, и дальше было назначено руководство. И это руководство толковало Тару так, как было нужно и правильно в данной конкретной исторической ситуации. И устная Тара, она потому и устная, что она меняющаяся. Это не то, что, как представляется нам иногда, когда мы читаем подход Маймонида, что просто это секрет был. То есть, ну вот устно передали, а что же не записали, если так было все с самого начала ясно. Если Бог Моисея просто продиктовал, что же он ему сказал, это записать, а это не записать. Такое представление, как будто это было нечто секретное. Но по Иуде Алевии совершенно не так. Устная Тара, она потому и устная, не потому, что ее передают устно, а потому, что ее решают по ходу дела, потому, что она не статическая, потому, что она, как устная речь, текст, он формализован, он фиксирован, а устная Тара, она не фиксирована вообще. То есть, Сан-Гидеин, как считал нужным, так он и толковал. Надо сказать, что этот подход совершенно эволюционный, мы к нему совершенно не привыкли. И с точки зрения Иуды, Алевии, сам мудрецы сами и решали по ходу дела. То есть, в какой-то, и этот вопрос, и многие другие вопросы. Вообще, по Иуде Алевии вбребельность применения письменной Тары несовременно больше, чем по Маймониду. Маймонид вообще настаивал на очень жесткой, как бы, постоянной ситуации. А Иуде Алевии, наоборот, и осматривал ситуацию как более динамическую, как развивающуюся. И в этом смысле по Иуде Алевии мудрецы могли принимать в один год одно решение, а в другой год другое решение, как было нужно с их точки зрения или в одни эпохи по одному, а в другие эпохи по другому. И пока сложился этот однозначный подход, прошло огромное не просто время, а исторические эпохи, столетия. Потом они, может быть, со временем сложились, но исходно они были разнообразными, среди разных мудрецов могли быть разные мнения. И поэтому они могли прибавлять и убавлять все, что они считали нужным. У Иуде Алевии, вообще вся точка зрения Иуде Алевии мы ее знаем из Кузарии. Книга Кузарии не была очень изучаемой в течение многих столетий. Если Маймонида читали все и постоянно, это была просто как бы базовая книга, всякий грамотный человек знакомился с Маймонидом, то с Иуде Алевии знакомились, в общем, совсем не так многие. Потому что она книга гораздо более сложная в этом смысле философском таком подходе в своем динамическом. Не то, что она сложная для понимания, она сложная для осознания, особенно при жизни в диаспоре, где ты вот как бы меняешь, что-то ломается. И Иуда Алевии был так и задвинут в сторону. И в наше время огромное продвижение для Иуде Алевии сделал Акук, который, наоборот, считал, что точка зрения необходима. поднима. Ставил Кузари просто в один из базовых книг в Ишиву Мерказарав, в свою Ишиву, которую он создал. И поэтому сегодня статус Кузари необычайно-необычайно поднялся. И в некотором смысле можно даже считать, что Маймонид более подходит для еврейства Галута. Или далее, что еврейство Галута подходит только Маймонид, а Иуде Алевии не подходит. Именно потому, что в Галуте очень важно жестко придерживаться одних и тех же схем, чтобы это не развалилось. Иначе начинается реформа, все разваливается. А в стране Израиля, наоборот, динамичность, она очень важна. Об этом есть даже такое выражение, что поскольку в стране Израиля еврейский народ это живой организм, а в изгнании это труп еврейского народа, то если труп будешь ему руки-ноги перекладывать, просто он и развалится. А живой человек, наоборот, если он не будет руки-ноги двигать, то у него вот эта рефия мышц. И поэтому живой человек обязательно должен быть живым и динамичным, а труп, он наоборот, не должен быть динамичным. Хотим, чтобы он был в сохранности, значит, не надо руки-ноги двигать. Именно поэтому в диаспоре подходил только Маймонид, а в Израиле, соответственно, в процессе возвращения Кузари занимает все более важное место. И Иуда Аливи даже говорит так, что Кузари спрашивают у мудреца, ведь вообще вся к ней Кузари это дискуссия между мудрецом и между Кузари, как бы царем Хазар и мудрецом. И Кузари, то есть царь Хазар спрашивает у мудреца, как же ты говоришь, что они могут менять мудрецы, ведь сказано не прибавь и не убавь в Таре. А Раби ему отвечает, это сказано, что простой народ сам не прибавлял и не убавлял. То есть запрещение для простого народа прибавлять и убавлять. Они не докучены к проводам под высоким напряжением. Начнут прибавлять и убавлять, все, значит, сгорят. А мудрецы, то есть едыина, которые имеют допуск к восковольным проводам, они имеют полное право считать и прибавлять и убавлять и делать, как считают нужным. И поэтому все уставления мудрецов, ведь все уставления мудрецов как бы противоречат тому, что в самой Таре написано не прибавь и не убавь. И, соответственно, с точки зрения по этому иудео-леви спор относительно того, как понимать мимо Харата шаббат, он был динамичным. Были разные точки зрения. И очень возможно, что именно была определенная линия, что нужно начинать именно после субботы и Песах с субботой совмещать. Ведь Песах можно двигать, в отличие от Субботы саму нельзя, а Песах можно, ведь можно уж ходы двигать. И именно в этом были скоры между мудрецами, между фаисеями и Садукеями относительно начала месяца. Все эти истории, как Садукеи ложные сигналы передавали в Вавилон при начале месяца, именно для того, чтобы календарь совпадал с их походом. Вот, вполне возможно, что были в реальности ситуации начала нового месяца так, чтобы Песах совпадал с субботой. и, соответственно, понималось, мимо Хараташаба действительно после субботы. А потом сформировалась традиция, что нужно именно после Песаха начинать сразу. И Садукеи не хотели согласиться с этой новой традицией. Они не считали, что можно вот так поменять, а фарисеи считали, что поменять можно. Ну и, соответственно, конфликт вовсе не такой простой, как нам кажется. Вот это совершенно потрясающий подход Равошерки с пониманием конфликта между фарисеями и Садукеями относительно выражения на следующий день после Дня Покория в вопросе Омера. Окей, пошли дальше. Теперь мы переходим, продолжаем 23-ю главу книги Левит и переходим к счету. И надо сказать, что в Таре здесь счет Омера и сам Омер представляют разные вещи. Для нас в нашей главе Омер, он же и счет Омера, это синонимы. А здесь не так. Омер это отдельный праздник, принесение снопа, а счет Омера это отсчет дней после Омера. И это 15-й стих, и от того дня, когда вы принесли сноп вознесения, вот этот Омер, после Дня Покора, когда вы его приносили, вот тогда считайте 7 недель, они должны быть полными, и 16-й стих до завершения 7-го Дня Покора. Здесь Таргум говорит, что это 7-й день, неправильно переводить 7-й день, это не суббота, это именно неделя. То есть мы видим, что здесь в самых отрывках 7-й день используется по-разному, соответственно вариабельность прям встроена в это установление Тары. Теперь почему именно в это место встроена вариабельность такая сильная? Может быть она связана именно с тем, что здесь мы впервые переходим к жатве встроении Израиля. То есть мы видим, что все праздники здесь, начиная с Омера, ориентированы именно на Стояну Израиля. Ну, хотя бы, не все праздники, но пока имеешь ввод, и еще Томер и Шевод, ориентированы на Стояну. А до этого не было ничего ориентированного на Стояну. Песах сам здесь не упоминается, что это исход из Египта, но уж по крайней мере он никак не ориентирован на Стояну. И это определенный день определенного месяца. Никакой связи с СССР здесь нет, здесь есть связь с Сходом. А Омер вдруг переходит на Стояну. И вот это вот, то есть Песах, он здесь как бы исходный, ведь Песах, он как бы голубного происхождения. Исход из Египта произошел вне Стояны Израиля. Соответственно, в нем еще жесткость. А только мы переходим в Стояну, начинается вариабельность и египкость. Окей, значит, вот это вот, поэтому 16-й стих, здесь перевод, обычный перевод совершенно небуквальный, и мы видим вариабельность использования слова шаббат. Теперь, дальше отчитают 50 дней, и у нас здесь это как бы классика, что 50 есть дней, есть 50 лет в цикле Шмита и Ювель, о котором мы чуть позже узнаем, но вообще здесь у нас как бы такие два главных цикла в Таре устроены так. Первый базовый цикл это 7, соответственно, 7 это цикл природы, 8 это выход за пределы природы, второй вариант это 7 на 7, то есть природа в природе, во всех вариантах природы, и это 49, и за следующий день выход за пределы это 50, то есть после 7 выход за 8, и после САК-9 выход за 50, и вот на этих базовых цифрах у нас здесь все построено, например, там очищение от нечистоты, которая была раньше, там всюду был цикл 7, соответственно, на 8-й день было выходом за эти пределы, обрезание у нас после 7 на 8-й день, а более длинный цикл, он, соответственно, 49, и выход за него это 50, и это касается и Шмиты, и Ювеля, это неделя и Швот, или Шмита, 7 лет Шмиты, и Ювеля, это выход за 7 на 7 на 50-й день, и, соответственно, столетие у нас получается два раза по 50-й, то есть здесь интересно, что вот именно 7 встеллено в столетие таким нитериальным образом, что 7 на 7 49 и 50 получается полстолетия, которое называется Ювель, то есть Юбилей, а дважды такая вещь столетия. Теперь, хотя столетия формально в нас старее нет, но европейское понятие столетия здесь наверно связано с этим. Надо вообще сказать, что еврейский счет времени очень сильно проник в мир, ну, скажем, неделя воспринята всем человечеством, хотя это чисто еврейская исходная вещь, и тем не менее абсолютно все человечество этого придерживается, или, соответственно, понятие юбилей тоже стало всеобщим, и если здесь столетия тоже имеют некую еврейскую природу, тоже это интересно, и надо сказать, что 10 тоже у нас очень сильно укоренено, именно деление на 10 укоренено в таре, в излиянии всеми считаются десятые доли, вот эйфы там и вся система у нас в таре десятичная, хотя месяц из другой стены 12 имеют, но это вавилонское происхождение. хорошо, да теперь, я, кстати, не знаю, 10, что у нас с Египтом, надо было проверить, есть ли в Египте десятиничная система или семи, семи, это было интересно проверить в смысле связи тары с египетской культурой, отдельный вопрос, не знаю, надо посмотреть, теперь, но продолжим дальше, что у нас есть, что у нас есть, после этого Омера нужно принести после того, как есть семь, почитают пятьдесят дней, и тогда у нас праздник недель, недель, это же вот, потом уже дальше он связан с дайаванием тары, в таре напрямую этого не сказано, хотя из подсчета это можно увидеть из подсчета дайавания тары, что это дневник вышел в пятнадцатый день Ниссана, то есть в пятнадцатый день из Ниссана целый месяц Яра, это сорок пять, и дальше там на третий день они подходят к горе, это сорок восемь, и там дальше переговоры на пятьдесятый день, где-то около пятидесятого дня они заведомо получают тару, но точно прям привязать шивот к пятидесятому дню, это уже не в таре напрямую, и, кстати, если тогда в то время могли менять вариабельно начало счета Омера, то не всегда шивот попадал на точно пятидесятый день, это как бы он пятьдесятый день от Омера, но не всегда от Песоха, поскольку мне совсем понятно, как считался Омер в древности. и дальше там приносят в шивот причисленные жертвы, которые переносят в шивот. Интересно, в этом месте только следующий момент, у нас сейчас я скажу, у нас интересен семнадцатый стих, в этом месте, в шивот необычный, что здесь есть, они испечены хамецом. Те хлеба возношения, которые в шивот, они испечены хамецом, хотя ни окиде иудеи хлеба хамецом не были испечены, а всегда была маца. Все абсолютно хлеба, которые есть в храме, все только не заквашенные, все пресные, то есть все маца, и единственное это в шивот. И поскольку они хамец, то их даже не возносят на жертвенник, поскольку еще в самом начале книги Левит нам было сказано, что все хлебные перешения Господу не могут быть из хамец, нельзя воскулять на жертвенник чечевой из хамец, и поэтому хлеба, которые шивот, их не возносили, а просто их ели карены, отдавали каренам сразу, но тем не менее их как бы они все же были в статусе жертвы, хотя и не возносимы на жертвенник. Мы обсуждали, когда было самообсуждение, почему жертвоприношение хлеба всегда маца, почему они не заквашены, потому что хамец понимается как участие самого человека, его собственных мыслей, его собственных продвижений, его собственных идей, он как бы заквашен своим брожением, а в храме человек подчинен Всевышнему, и поэтому он делает то, что сказали, а не самодеятельность занимается, поэтому соответственно в храме только маца. И то, что хамец все-таки приносит в шивот, здесь, видимо, есть очень какой-то важный знак. И этот хамец назван первинки, то есть бекурим. сами первинки это принесение в храм первых плодов нового выражая, которое важно для того, что человек связывает именно свою деятельность со Всевышним, не просто подчиняется, не просто делает как положено, но связывает со Всевышним именно свою деятельность. И это очень важный аспект бекурим, то, что неправильно считать, что хамец это плохо, а маца это хорошо. Это было бы, конечно, такие для шот комментарии встречаются, это, конечно, совершенно неверно. Маца это подчинение, а хамец самостоятельность. Вот в целом в храме устояна подчинение, но иногда и важна самостоятельность, потому что идеалом вовсе не является подчинение, идеалом является интеграция подчинения самостоятельность. Но все-таки человек сам должен работать, сам решать, сам развивать свое хозяйство, чтобы у него были эти плоды урожая. И поэтому в них хамец встроен самодеятельность, самостоятельность встроена в плоды первого урожая. И поэтому это хамец, но все-таки ножа этого никого не возносит. И когда завершается этот отрывок, 22 стих, то тут добавлено, а когда будете сжать жатву на вашей земле, то не дожинай края поля, не подбивая упавшие, оставь это бедному и пришельцу. И сам-то закон у нас известен. Запрет дожинать край поля и подбивать упавшие жатвы и необходимость оставить это бедному, это у нас много раз было сказано раньше. Зачем же это добавлено здесь? Это добавлено именно в качестве части служения. Мы сказали, что все праздники в разделе МО рассматриваются прежде всего в вопросе жертвоприношения. И единственная вещь, не единственная, потом будет еще не единственная, но первая, которая у нас выходит за эти рамки, это то, что нужно отдать бедным. То есть то, что ты приносишь в храме, это недостаточно, это только часть вещей. Не думаешь, если ты в храме приносишь правильную жертву, то ты вообще хороший. Еще нужно заботиться о бедных, а иначе свое служение в храме неполноценно. Значит, это у нас был праздник шивот, дальше переходит к шишана. И сказано так, значит, 24-й стих говорит нам Израиля, первый день седьмого месяца, путь будет вас в покое, праздник воспоминаний этой рубления. и здесь у нас не сказано, что это шишана, это не подчеркивается. Здесь у нас день покоя, то есть опять как бы суббота теперь уже в смысле шишана. Это все очень подчеркивается, все это производно из дня покоя. и праздник воспоминания этой рубления. Здесь не очень четко сказано, что же именно вспоминается. Но как бы опять мы говорили, что соперяется вся структура на семь, соответственно, там дальше на восемь или пятьдесят. Здесь у нас седьмой месяц. Был сначала седьмой день, а дальше седьмой месяц. Вообще в этом смысле все праздники растут из Песоха. На седьмой день после Песоха это праздник Шеврот, а на седьмой месяц после Песоха это праздник трюбления. Здесь все праздники подчеркнуты здесь. Шеврот был подчеркнут, что это семь недель, а здесь подчеркнут, что это седьмой месяц. Но дальше устная традиция связывает это с трюблением, что трюбление это рок, барана в живетоприношении Ицхака, а, соответственно, воспоминание трюбления это память о том, что об этой истории живетоприношения Ицхака и что это напоминает Всевышнему об этом, но в Таре напрямую этого нет. я, даже не знаю, как здесь объяснить напрямую, какая здесь прямая связь с предыдущим, потому что там у нас был Песах, исход из Египта. Давайте попробуем эту связь понять. Песах был у нас в аспекте живетоприношения пасхального эмоции, и это исход из Египта. Дальше нас это связывалось с жатвой, и жатва у нас это сельскохозяйственный аспект, и, соответственно, праздник шивот это завершение семи недель после начала жатвы, а дальше у нас переходит к вопросам памяти. То есть центральная идея здесь это идея памяти, и, соответственно, может быть это некоторый аспект, соответственно, есть двух сторон, то есть исторический и сельскохозяйственный аспект. Сельскохозяйственный аспект это жатва, а здесь дальше немножко переходит к историческому памяти. Что бы ни вспоминали, но вот это ясно, что это некая память о прошлом, о каких-то важных событиях, которая связь с этими событиями соответственно составляет праздник. И хотя здесь это не очевидно, как это должно быть, понятно, что теодицы это связывают с Ицхаком, но и с текстами вполне реально. И дальше переходит к тому, что однако в десятый день седьмого месяца, это 27-й стих, это день искупления, священное собрание, и смиряйте души ваши. интересное слово однако, в том смысле, что у нас сначала праздники, где был как-то более праздничный аспект, веселый, хотя праздник вспоминания этой облинии не написано ничего про веселиться, но тем не менее праздник подразумевался, что это день радости. А тут у нас наоборот, нужно смирять души ваши, вроде бы в системе праздников появляется нечто совершенно иное, некое день, ну, нельзя назвать теором, это день именно некого смирения, ужесточения, даже, может быть, изнуряйки души ваши, можно перевести, которые смотрятся как праздничные, тем не менее это в системе праздников для уравновешивания всей ситуации. И тут подчеркнуто, что это прямо будет суббота-суббот, 2-32 стих, и всякая душа, которая не смирена в этот день, то есть не будет смирением заниматься, не будет соблюдать, она вообще истребится, а душа, которая будет делать работу, Бог говорит, я истреблю, это, по крайней мере, очень жесткая формулировка, и где у нас раньше так не было такой сильной, сильной жесткой формулировки. И шаббат-шабатон говорит о неком усилении, это не просто суббота, не просто день как бы суббота, а супер-суббота. И по крайней мере здесь непонятно, почему это так усиливается. Но дальше мы тут же видим, что 15-й день этого же месяца, праздник шалашей. То есть получается, что по сути делала весь седьмой месяц является праздничным. В каком-то смысле это один праздничный комплект из эоша-шана и кипура, или точнее дня отрывления, дня искупления и дня шалашей. Такой единый комплекс. И тогда, когда мы это все осматриваем как единый комплекс, мы гораздо лучше можем понять, почему Тара дает нам именно здесь память и смирение души. Почему они здесь? Если это как комплект, тогда в этом празднике есть радость и веселье, только оно перенесено на суккот. В этом едином осеннем празднике как бы. Праздник как комплект. И вот в этот суккот он представлен нам так. Сначала праздник шалашей сказано 15-й день 7-го месяца праздник шалашей и там сказано про жертвы священное собрание то, что как обычно. И дальше 38-й 39-й стих. И вот эти жертвы вы должны переносить сверх суббот Господа и сверх ваших даров и обетов. То есть у нас здесь сказано о неком завершении концепции жертвоприношения. Натан, у нас какой-то микрофон включил, мне кажется. Я выключил. Есть. Ага, есть. Да. Итак, вот. Но и в суккот у нас здесь после того, сказано, что это система жертвоприношений, дальше сказано однако в пятнадцатый день седьмого месяца тридцать девятый стих опять суккот продолжено. Но продолжено уже не в аспекте жертвоприношений. Продолжено совсем в другом аспекте. В аспекте сельского хозяйства. И вот здесь уже мы видим и в аспекте истории. И вот тогда мы уже видим, что в пятнадцатый день нужно праздновать. И что нужно праздновать? возьмите себе плоды прекрасного дерева, ветви, то есть там четыре вида растений. Это то, что нужно для просьбы о дожде. Это вопрос урожая. Веселитесь перед Господом. Это церковой продолжается. То есть аспект веселья полноценно есть после дня трябления и дня изнурения. И это тогда единый комплекс. И тогда понятно, почему в нем есть смирение и изнурение, что это подготовка к веселью, потому что веселье было правильно поставлено на место. И дальше из 42-й семь дней живите в шалашах, потому что чтобы знали, что я поселил сынов Израиля в шалашах, когда вывел забереги. То есть что у нас здесь есть про сукот, про сукот, в отличие от предыдущих праздников, в которых в основном подчеркивались живет и приношения, и только намечался вопрос про сельское хозяйство в счете Омера, в празднике Омер, здесь уже полноценно сказано про плоды земли, и плод прекрасного дерева, и ветви, и это там связанные с водой, и понятно, что это урожай, о веселье сказано, и о истории. То есть память об истории здесь интегрируется. Вообще-то весь комплекс, очень важный комплекс Шалош-Рагалим, и фактически мы обычно думаем, что Роша-Шанай и Йом-Кипур как бы вываливаются из этого комплекса. Шалош-Рагалим это у нас прессов Шалош-Рагалим, и у них понятна интеграция сельскохозяйственного и исторического аспекта. А в Роша-Шанай и Йом-Кипур он как бы несколько запасный этот аспект, по крайней мере. Есть тоже, или исторический, по крайней мере, но он как бы нечетко выражен. Но если мы воспринимаем иначе, что у нас здесь есть комплексы праздников. Есть комплекс весенних праздников, и это Песах, и Счет-Омера, и Шавот, это первый комплекс, а второй комплекс у нас осенние праздники, это Йоша-Шана, Йом-Кипур и Сукуд. Но фактически у нас есть два комплекса праздников. Вот в этих комплексах праздников тогда очень вырисовывается. Понятно, что есть сельскохозяйственная часть и историческая часть. В Песахе историческая часть однозначно, что это исход, а сельскохозяйственная часть, пока имея в том уровне, как мы читаем здесь, сделана Омером, то есть поясением Жет-Омер. Дальше мы можем сказать, что Омер это Жет-Вич-Меня, В Шавот была Жат-Ва-Пшеница, но это уже детали. В комплексе Песах и Живот, который единый комплекс весенний, в нем есть и исторический сельскохозяйственный аспект. А в осеннем комплексе, который Шанай, Йом-Кипур и Суккот, с этой точки зрения Шанай и Йом-Кипур это некая просто начальная фаза этого праздника, а вместе с Суккот они общий праздник, и тогда в нем тоже есть и исторический аспект, то есть что поселились в Шалашах и сельскохозяйственный, что это урожай, соответственно, плоды прекрасного дерева, это символ этого урожая, и то, что нужны растения, которые хотят воды, это просьба о дожде. То есть хозяйственный исторический аспект соединяются здесь. И смысл этого соединения вообще в целом в том, что в нашей жизни есть два совершенно разных аспекта. Одни аспект это аспект исторической памяти, который есть тоже у всех народов и празднуют какие-то события из национальной истории, и это формирует национальную идентичность в течение многих столетий. Без этих исторических праздников национальная идентичность размывается. Собственно, праздники исторические для того и нужны, чтобы люди помнили историческую национальную идентичность. Вообще исторические и национальные это синонимы по сути дела. Народ это и есть то, у кого есть история. И праздники исторические они по сути дела и есть праздники национальной идентичности. Это один аспект. А Деуго – это сельскохозяйственные праздники, в которых люди празднуют текущую жизнь. Вот, соответственно, ну, это и праздники времен года, типа зимы, весны, и, в основном, это праздники урожая, которые тоже есть во всякой культуре, и весь празднуется, понятно, там получение зарплаты. То есть, вот ты работал в поле, и теперь в саду, в огороде, и вот теперь у тебя есть урожай. И это две разных аспекты. Исторический аспект – это одно, сельскохозяйственное – это другое. Это как бы не связанные между собой вещи, обычно. Тара, в празднике тары устроены иначе. Исторический сельскохозяйственный аспект в них соединяется в одних и тех же праздниках. То есть, мы рассматриваем наше текущее сельское хозяйство как часть национальной истории. И тогда то, что у нас сегодня есть успех и зарплата, это хорошо для сегодня, но это также очередное звено в истории народа. Это помогает совершенно иначе смотреть на эту историю, совершенно иначе ее ощущать. Это особенно подчеркнуто в книге «Предзаконие». Мы это увидим в декларации приносящего первые плоды, когда говорит, что рамейцем с китайцем был мой отец, и спустились в Египет, и дальше вспоминает национальную историю. Это то, что потом было поставлено в основу пасхальные годы. Но с самого начала, вот это уже в книге Левит, вот это соединение исторического сельскохозяйственного аспекта появляется при самом первом изложении системы праздников. То есть, мы бы даже здесь надо сказать, что здесь есть три храмовые, исторические и сельскохозяйственные. Они здесь все три объединяются, не только история с сельским хозяйством, но и с храмом, поскольку здесь очень много ориентировано на жертвоприношение. Таким образом, вот эти три аспекта вместе, история храма и сельское хозяйство, они должны переплетаться. Так у нас изложена вторая система праздников, и, однако, в завершении этой системы у нас вдруг начинается, когда все понятно, да, вот у нас праздники старые, Песох, Принесение Омера, Шивот, Эвашишана, Идем-Кипур, Сукот, все нормально. А дальше у нас начинается нечто незародное. Пинес, можно у вас спросить? Вот у меня вопрос возник. Суббота – это понятно, а суббота, суббота – это как? Объясните, что это такое? Вот мы отсюда видим, что понятие суббота не совсем понятно, что такое суббота. Суббота – это и седьмой день, суббота – это и неделя, мы только что видели это в истории Шивота. Суббота – это и день покоя, и относится ко всем праздникам, поскольку они… в них нельзя работать. То есть день покоя. И также суббота – это Йом-Кипур. То есть это как бы день особо сильного покоя. И он особо сильный именно в том смысле, почему, скажем, Йом-Кипур является и с таким сильным покоем, это день искупления. Во-первых, в этот день, соответственно, пост, не только не делать и работы, но еще и пост. То есть нельзя делать и еды. Это как бы, ну, еда сама не работа, но и это тоже запрещено. Кроме того, это очень жестко запрещено, в отличие от прочих дней, по которых такое не сказано. Здесь сказано 29 стих, что душа, которая не смеет себя в этот день, то есть которая не будет соблюдать пост, она истребится. Это очень жесткий запрет. И поэтому это суббота-суббот – это в смысле очень жесткий день покоя. Вообще такое двойственное выражение. Это даже жестче, чем шаббат, да, выходят дела? Да, 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 конечно. Поним, да. Вот. Но опять-таки, двойное выражение суббота-суббота или вообще такое, это лингвистически, это для иврита очень нормально. По-русски это смотрится немножко необычно. Там я кодышка на шим, да, святое святых. Или там шаббат-шабатон. А в иврите это совершенно нормально. И лингвист делается двойным словом. Хорошо, пошли мы дальше. И после того, как изложен суббот, нам вдруг совершенно неожиданно 44 стих говорит так. И Маше объявил сынам Израилем о праздниках Господа. И это непонятно. Потому что если мы посмотрим в начале то, что у нас было, там, где было по субботу, то у нас это уже было. Начинается суббота. Второй стих. 23 глава, второй стих. То есть, с чего начинается вся эта структура. Говори сынам Израиля и скажи им, вот праздники, которые вы объявите, священные собрания, праздники мои. Вот система праздников. Какая же система праздников? Первый идет шесть дней работы, а в седьмой день суббота. Ну хорошо. Значит, суббота относится тоже к системе праздников. Дальше. Идем дальше. Четвертый стих. Опять говорит. Вот праздники Господа, священные собрания, которые вы должны созывать. То есть, что же ты повторяешь заголовок, значит, праздники – это уже немножко не те праздники, как первые. То есть, у нас получается, суббота – это праздники одного типа, а дальше, начиная с прессов, идут праздники другого типа. Чем же этот тип отличается от субботы? Непонятно сразу, но он отличается явно. А в конце всего сказано еще раз, то, что мы сейчас посмотрели. Таковой стих, да, то, что у нас было. «И Маша объявил с нам Израиля о праздниках Господа». Опять праздники. То есть, у нас есть три заголовка всей этой системы. Эти заголовки надо понять, почему есть три заголовка у одного и того же, казалось бы, изложения, в одной и той же, более-менее, разделе, в одной и той же теме. Чем у нас… и попробуем это понять. Значит, отличие субботы от праздников у нас есть в двух аспектах. Первый – это аспект то, что в субботу запрещена всякая работа, а в праздники разрешена работа для приготовления пищи. За исключением Йом-Кипура, про которого специально особо сказано «однако», просто там подчеркиваю, что это не как обычно, и что это суббота-суббота. Но в остальные все праздники, и в первый день Песоха, и в последний день Песоха, и в Шивот, и в Рошашана, и в первый день Суккота, и в последний день Шминиоцерт, который мы здесь не разобрали, но во все эти праздники можно варить. То есть запретов меньше, чем в субботу. Это первый аспект. Есть второй аспект отличия, очень интересный, что назначать субботу народ не может. Суббота, как она идет, каждый седьмой день, так и идет. Мнение модаецов здесь несущественно. Вы, кстати, обсуждали прошлый раз, что в интересном моменте оно появляется существенным, когда мы определяем про острова Тихого океана. То есть если мы идем из страны Израиля на запад или на восток, то совершенно ясно, что день продолжается тот же. То есть дойдя до Португалии или в другую сторону, дойдя до Китая или до Аляски, не до Аляски, а до Чукотки, здесь ясно, что должно быть один и тот же день в субботу, не может быть перерыв. А вот когда мы переходим на острова, то уже непонятно, по какому же параметру мы должны считать острова. Вот Америка. Она в смысле субботы должна быть подключена к Европе или она в смысле субботы должна быть подключена к Азии. Сегодня она подключена к Европе, но это вообще-то следствие просто исторического процесса, связанного с тем, что испанцы и португальцы в начале XVI века поделили глобус, как известно, и установили, что Испания движется на запад, а Португалия движется на восток, и, значит, соответственно, они из Европы стали распространять свою дату, как они завоевывали. И пока они не встретились в Тихом Атиане, это не противоречило одно другому, но как только они встретились, а встретились они совсем не так тривиально. Например, Филиппины были завоеваны из Америки испанцами, а вовсе не португальцами, и на Филиппинах таки действительно была американская дата. Сегодня там азиатская дата на Филиппинах. Понятно, что географически они ближе несравненно к Азии, чем к Америке, но исторически была и американская дата на Филиппинах, а потом вдруг решили в некотором получении независимости, кажется, или там какое-то примерно в это время, вдруг поменять совершенно кардинально дату, и прям там после четверга, устроить субботы или после пятницы, воскресенья, я уж не знаю, как у них это произошло конкретно, вот был такой переход. А у островов в Тихоматяне вообще непонятно, где проводить линию переменной дат. Поэтому это вопрос уже нашего вмешательства. То есть даже суббота на отдаленных островах, да и сама Америка, по сути дела, и уж тем более острова в Тихоматяне, это вопрос нашего волонтарного решения, как мы построим там датировку. Но тем не менее, все-таки в основном суббота, если мы смотрим про СССР, она нам не подчиняется. Как приходит календарь, так она и будет. Однако праздники уже нам немножко подчиняются, потому что начало месяца устанавливается мудрецами, и мудрецы могут отодвинуть начало месяца, и совершенно самовольно решить, что на день и на два, и как они захотят позже. И поэтому это уже не совсем вещь сверху, свыше, а некое участие человека есть. И это участие человека, оно может объяснить то, что есть второй заголовок. Был первый перед субботой, а второй раз перед праздником. И в каком-то смысле эти вещи связаны между собой. Потому что связаны между собой эти два аспекта праздника. Почему в праздник можно готовить еду, а также праздники несколько подчиняются тому, а к мудреце и шат. Потому что в празднике еврейский народ некое участие принимал в этой установлении системы, в установлении самих праздников. Суббота была, потолки евреев появились на земле. И Всевышний не спрашивал не только евреев, а вообще человека, как ему сделать субботу. И человек не принимал участие в этом. Есть только не метафизический Адам в раю. А исторически явно не принимал. А вот в праздниках евреи принимали участие. Нужно было выйти из Египта, нужно было согласиться на давание Тарыси на Синае. Но это было, скорее, согласием, а не активным участием. Это было пассивным согласием или даже присоединением, но не инициативой еврейского народа. Поэтому участие было небольшое. Поскольку участие было небольшое, то издвигать это можно немножко. И, соответственно, готовить еду можно... То есть соблюдение покоя нарушается немножко в празднике. Мы вообще упоминали уже в прошлый раз эту важную концепцию, что есть большая-большая ошибка, которая тоже происходит, может быть, из нескосредневековых представлений о том, что то, где больше запретов, там больше святости. И поэтому суббота якобы получается более святость, чем у праздников. Что, конечно, совершенно неверно. Потому что мы уже говорили, что в мессианские времена остаться из всех праздников должен именно пурин, который вовсе не содержит в себе запрет. И это, наоборот, скорее, продвижение от запретов к свободе в праздник, оно и есть в ходе истории. А вовсе это не уменьшение святости, а увеличение святости. Потому что суть запретов – это несовершенство мира. Точнее так, источник запретов – несовершенство мира. И поэтому то, что есть сложности с субботой и с праздниками, и разные вещи запрещены, это не потому что такой идеал, а потому что несовершенство мира вызывает то, что желание реализовать святость, оно сталкивается с тем, что приходится за это платить запретами. А это вовсе не хорошо. Это, наоборот, это минус. Вот, когда человек его подробно объясняет, он абсолютно идет в полное противоречие с традиционным представлением, что чем больше святости, тем нам должно быть больше запрета. И я уже сказал, что, видимо, просто голодное представление, а это сраильное представление, что наоборот. Святость, она в свободе, а не в запретах. Вот. Но это как бы отдельно у нас здесь. Но вот это вот параллель не с тем, что большая часть еврейского народа, и есть меньше запретов, и есть больше участия еврейского народа в установлении праздника, то есть и было больше участия в самом празднике исторически, и есть большее влияние на его дату, и есть меньше запретов. Эти все вещи взаимосвязаны. И вот эта вторая часть, после субботы, в которой это максимальный запрет, дальше у нас праздники Тары, в которых поменьше запретов. Но с этой точки зрения возвращаемся мы к третьему заголовку, который мы начали обсуждать, в 44-х книг. «Игмаше объявился нам Израиля о праздниках Господа». Какие же тогда праздники? Это относится к предыдущему, а зачем заголовок? И можно, конечно, считать, что это просто как бы итог, но Раф Шерки представляет абсолютно другую концепцию, абсолютно не тривиальную и необычную, которую я не видел, кроме него, и, наверное, это Маниту, о том, что теперь идут третий вид праздников – праздники Дарабанан. И поэтому вот этот отрывок «Три дальнейшие отрывки, сделай мор» – это три отрывка про праздники Дарабанан. И это, конечно, совершенно неожиданно объясняет нам эти отрывки, потому что отрывки они совершенно непонятные. Там есть про светильник, про хлеб лицезрения, то есть зажигание миноры, хлеб предложения, который возлагается на храме, и история про богохульство. И какое они имеют отношение ко всей нашей теме – абсолютно непонятное. Тем более, что про светильник и про хлеб лицезрения у нас раньше все это было написано. И почему это надо повторять прямо здесь? Какая связь с книгой «Левит» не видно вообще? А история про богохульство тоже непонятна. Почему она вдруг вырывается в это место? Казалось бы, историческое событие, которое никак не связано с структурой. Если вся структура вторая половина книги «Левит» – это про святость, можно сказать, окей, это статусе лжественной имени, богохульство – это нарушение этой святости. Но история здесь непонятно, почему эта история – это же не закон просто. Это вырывается событие, и оно не… И, как я уже сказал, с точки зрения Авошерки понимать надо следующим образом. Что дальше у нас приходится к светильнику. Это 24 стих, 24 глава. И там сказано о том, что надо чистое в оливковое масло для освещения, что Арон должен зажигать. И там все хорошо, и все понятно. И это у нас раньше уже все было сказано. Ничего особенно нового здесь на эту тему не говорится. И тогда, с точки зрения Авошерки, смысл того, что это приводится, это потому что праздник Ханука. Потому что теперь мы переходим к праздникам Дербанан, которые не могут быть написаны в таре в явном виде. Таким, может нам открыть Хануку и Пурим. Она дает только некими намеками. И поэтому про светильник нам здесь сказано, не потому что нужно про светильник рассказать, а потому что нужно сделать некий-то элемент в системе праздников, который потом с ним свяжется Ханука. Но как бы в системе должен быть праздник, связанный с минорой, который потом реализовался в Хануке. Может быть, это было потом еще неизвестно, как он реализуется, что это были разные варианты, но реализовался в Хануке. А потом с пятого по девятый стих – это хлебницезрения. Или хлеб... Я не помню, как вы переводили. Это довольно сложное выражение, которое не понятно, как на русский переводить. Но тоже вся структура нам рассказана, мы ее знаем. Но почему он здесь сказал? Потому что второй праздник должен быть связан с столом хлебами предложения. То есть первый, связанный с минорой – это Ханука, с зажиганием, с мудростью. А второй связан с едой, и это Пурим. Пурим у нас связан с едой, но прежде всего потому, это не просто случайная связь, что в Пурим устраивают пуримскую трапезу. А Пурим – это физическое избавление. Если Ханука – это духовное избавление, то Пурим – это физическое избавление. Соответственно, здесь у нас старая говорит, один праздник будет связан с минорой – это праздник духовного продвижения. Другой будет связан с столом и хлебами предложения. Это будет связано с физическим выживанием. И это, соответственно, реализовалось в празднике Пурим. И тогда у нас понятно, какое значение имеет, почему здесь сказано в духе минору и про хлебопредложения. А вот дальше у нас совершенно необычная история, которая вообще непонятна. И она непонятна сама по себе, и она непонятна в системе праздников. Сама по себе история такая. Вдруг неожиданно рассказывается, что был человек, который сын израильтянки и египтянина, и он вышел в среде сынов Израиля. То есть, как бы, стал какие-то конфликты у него образовались в среде сынов Израиля. Он поссорился с израильтянином в стане. Это 10 стих 24 главы. Совершенно непонятно, что, как, почему поссорился. Но поскольку здесь сказано, что он поссорился в стане, то это понимается, что он поссорился на тему стана. То есть, первая у нас вещь связана с минорой, вставился с хлебами предложения, атретий, то есть, вообще с светской областью, не с храмом, а с астана. Поэтому в стане говорится так. Поскольку нам сказано, что он еврей по матери, египтянин по отцу, и он из колена дана, как нам сказано в следующем стихе, что его мать из колена дана, то это понимается так, что он поссорился на тему того, где он должен располагать свой шатер. Он хотел расположиться в разделе дана, там, где был стат дана, а колено, оно по отцу, а не по матери. То есть, еврейство по матери, а колено по отцу. И поэтому этот человек, у него была полностью нарушена нормальная идентичность. Он, с одной стороны, сын из религиянки, поэтому он еврей. Он египтянин, поэтому он не относится ни к какому колену. И при этом он не может поэтому ни расположиться в своем колене, там, где есть колена дана, ни расположиться между теми, кто присоединились, то есть, Эр-Эв-Раф, но не хочет в Эр-Эв-Раф идти. Эр-Эв-Раф – это те, кто присоединились, а он природный еврей, он свинозавельтянки. Поэтому он с одной стороны евреи, я знаю, господин никакому колену не относится, к герам, то есть, к празелитам отношения тоже иметь не хочет, поскольку он и оделся евреем. И у него всегда разрушена полностью вся его идентификация, у него нет места, получается. Он такой один ненормальный. Все остальные евреи имеют. Если уже евреи, то ты к какому колену относишься? Или ты присоединился, да, а ты относишься к празелитам, а он и не то, и другое. И, соответственно, у них возник конфликт. Теперь, слова «вышел в среде сынов израилевых» понимаются традицией, как то, что он вышел в Бейдин. То есть, пошел свои права определять через суд. Теперь, и Бейдин, ни много ни мало, говорит Медеаш, что он пошел в Бейдин Моисея. И Бейдин Моисея не смог ему дать никакого решения. И поэтому возник конфликт. То есть, Медеаш присоединяет этот конфликт не просто к тому, что был человек с ненормальной самодификацией, а в том, что это крушение полной системы управления. То есть, если есть конфликты, то, по идее, их должен решать суд. А этот человек, он таки пошел в суд. И более того, местный суд не мог ничего решить, он дошел до Верховного суда. И Верховный суд тоже ничего не смог решить. То есть, хотя по тексту у нас, как будто это социальный конфликт, Медеаш подчеркивает, что это не только конфликт социума, это конфликт паралитического управления. И тогда он поссорился. И тогда он стал проклинать божественное имя. То есть, ситуация паралитики. Во-первых, колено Дана тоже здесь, понятно, ведет себя не самым лучшим образом. Не то, что колено Дана хорошее, они себе законны, а он никакой нехороший. Ну, хорошо, но он действительно по отцу, колено считается по отцу. Ну, мать-то у него из колена Дана. Ну, что вы не можете вообще человеку дать поставить шатер в своей территории, в своего стана. Ну, пусть он там на краю стана поставит. Но вы ничего не можете решить здесь. Вы не можете с ним договориться. И в результате невозможности договориться, он идет в суд. И суд тоже ничего не может решить. И полный пралич. И тогда это переходит в конфликт, и он начинает оскорблять имя. То есть, его, как бы так сказать, гневная реакция связана с тем, что вот весь этот стан, он здесь именем Всевышнего. Именем Всевышнего здесь установлен определенный порядок. Есть у каждого свое место. А вот он сам в этом стане, который именем Всевышнего, для него места нет. Вот этот вот конфликт ведет к тому, что имя оскорбляется. То есть, он оскорбляет имя и проклинает не просто случайно, не просто злодей, а у него полная, как бы, фрустрация нормального религиозного чувства. Потому что зачем нужна вообще религиозная система? Религиозная система нужна для того, чтобы правильно построить социальные отношения. Если эта религиозная система не может дать ему место, то зачем она вообще нужна? Так он ее проклинает. Он здесь все равно наказывается, потому что это все равно недопустимо. Но нет, по очередной, здесь нет хороших и плохих. Здесь все виноваты. Этот человек виноват, Колена Дана виновата и Моисей виноват, что самое важное. Вина Моисея здесь не сказана в прямом тексте, но Медляш ее добавляет, что Верховный Суд мог ничего решить. Поразительно, что имя его матери и шламит Додж-Диври, шламит – это мир, а Додж-Диври – это тот, кто и разговаривает, и, казалось бы, это мир, который посредством разговаривания можно сделать. Это корень. И вот этот корень не может реализоваться. Он не может путем разговоров привести к миру. Медляш, который обычно, он по-другому это, конечно, толкует, то, что она слишком была на мир настроена, поэтому с египтянином связалась и слишком любила со всеми поговорить. И вот результат. У нее, значит, появился ненормальный сын от ее брака с египтянином. Других таких не было, она такая единственная. Это как бы такой подход, который хочет сказать, что этот человек плохой, а все остальные здесь хорошие. Но если мы посмотрим на Медляш, что он обратился в суд, тогда никто хороший здесь не будет. А наоборот. Поэтому получается, наоборот, фактически, это нереализованный потенциал, потому что есть потенциал мира, потенциал на основе разговора, мир на основе договора, а здесь это невозможно. Есть судебная система, она не действует. И человек этот, его сама ситуация выталкивает. То есть здесь как бы полное несовершенство самой ситуации. И поэтому его помещают под стражу по решению, до решения по слову Господа, 12 стих. Медляш подчетит, что это проблема для Маше. Он не знает, что с ним делать. Медляш поразительным образом подчеркивает, что сам Маше тоже обладает двойственной самоидентификацией. У него есть еврейская, у него есть египетская самоидентификация. А этого человека тоже есть еврейская, египетская. И что же, как же это решить? То есть, вот эта вот двойственная самоидентификация, она же и проблема, и она же и потенциал. Мы обсуждали, когда мы обсуждали книги исход и дальше книги в т.е. законе, мы обсуждали биографию Моисея, и Моисей назначен вводить евреистии народ, и мы говорили, что такая причина в том, что у него есть это двойственная самоидентификация. Если бы ее не было, он не мог бы выводить евреистии народ. А Аарон, у которого есть одна самоидентификация, если мы спрашиваем, а где же есть одна самоидентификация, то это Аарон. А Аарон одна самоидентификация еврейская, но нет ни египетной, ни международной. Он не воспитывался в доме фараона, и он не жил в Миндане. Это микрофон какой-то вкласса. Да, там что-то микрофона. Пинхас, можно мне вопрос задать по поводу твоих египтянцев? Ну, секунду отключите микрофон, я потом дам спросить. Сейчас поговорю. В каком мы по сути? В каком мы по сути? Да, мы находимся в 12 стихе. Если можно отключить микрофон, иначе... Подожди, ты сказал, в 12? Да, 12 стих. 12 стих, конечно. 24 глава. Это ситуация, что поместили его под стражу до решения по слову Господа, потому что Моисей не может принять решение. То есть, здесь опять подчеркивается, Медляш на 12 стих подчеркивает, что это паралич системы власти. Моисей и принять решение по нему не мог вначале, и когда конфликт с ним, тоже не может ничего решить. Потому что вот эта двойственная самодистикация, то, что я хотел сказать, она, с одной стороны, проблематична, с другой стороны, она же и потенциал. Вот Аарон, который обладает одной самодистикацией еврейской, он не может быть лидием еврейского народа, он не может вывести евреев из Египта, он чисто внутри народа. Чтобы вывести, лидия должен отойти от народа, должен к себе его тянуть. И для этого у Моисея тройственная самодистикация еврейская, египетская и медианская. А здесь у нас человек с двойственной самодистикацией, и он не может найти места. То есть это... И решить по нему ничего нельзя. Это явно обвиняется система, а не этот человек. Теперь, и дальше, что же Бог Моисею говорит? То есть какое решение Всевышний говорит? Он говорит так. Первый пункт... И дальше мы... Это решение очень необычное, которое здесь сказано. Оно очень нетривиальное. Первый пункт нам сказано, что того, кто проклинал, нужно казнить. Потому что то, что он... В отношении него система была неправильна, вела себя нехорошо, да, это проблема системы. Но проклинать все равно допустить нельзя, чтобы человек проклинал Всевышнего. Поэтому 14 и 15 стих — это то, что этого человека надо казнить. И 15 стих, и 16-й — то, что всякий, кто проклинает Бога и кто будет оскорблять имя Господа, должен быть предан смерти. Это первое. Но дальше этим не ограничивается. Дальше, говорится, начинается рассмотрение различных преступлений, которые к этому почему-то Всевышний находят необходимым здесь повторить вещи, которые мы знаем, и знаем из других мест, и кто убьет человека, будет предан смерти, а кто убьет скотину, должен за нее заплатить, а увечья, он должен, значит, соответствующие увечья. Я опять сейчас не перехожу к вопросу, что это компенсация. Здесь это представлено как разные степени убийства сначала, а потом нанесение увечья. И дальше, что разница от убившей скотину или человека, но самое главное, здесь потом, в Дух 22 стих, закон один да будет у вас, и для пришельца, и для уроженца, ибо я Господь Бог ваш. И вот здесь мы видим некий парадокс. В отношении этого человека, который не смог найти свое место, в отношении него наказание-то, оно одинаковое за то, что он может неправильно поступить и сделать преступление и проклинать Бога. Но закон один, как-то это смотрится здесь немножко критикой. Вот то, что здесь сказано, закон один будет у вас, это, с одной стороны, как бы вот в системе законодательства хорошо, и это видится как критика со стороны Всевышнего по отношению к ситуации. Потому что вы должны были... Что значит здесь? У нас здесь сыновья Дана, которые полноправные граждане, а не просто полноправные граждане, а одно из колен. То есть они, выражаясь современным языком, они не просто каждый из них гражданин, они еще имеют собственную автономию внутри колена. Они распоряжаются. Окей. Есть у нас пришель, это у нас уроженцы, то есть эзерах. А есть пришельцы, которые эр-эврав. Хорошо, для них есть свое место. А вот у вас есть здесь человек сложный, который вроде ни то, ни другое. Но для всех-то должен быть один закон, для всех должно быть место, а у вас здесь не было места. И поэтому в некотором смысле это видится, вот то, что Всевышний не просто говорит о наказании за этого человека, он и говорит дальше о том, что все законы про убийство перечислены здесь. Почему они вообще перечислены законы про убийство в разных вариантах? Потому что проклинание имени Бога рассматривается таким же уровнем, как убийство. То есть это некое убийство души народа, что ли, если так можно выразиться, отрицание каких-то фундаментальных основ, это убийство души народа, проклинание божественного имени. Поэтому есть убийство души народа, убийство человека, убийство скотины и телесные повреждения человеку. То есть все это в рамках очень серьезных и тяжелых преступлений, и поэтому здесь смертная казнь. Это да, приходится это сделать. То есть нельзя этого человека не казнить. Но на самом деле закон один у вас должен быть. А вы это сделать не смогли. Поэтому здесь есть одновременно и законодательство, и некоторая критика ситуации. Зачем вообще перечислены про убийство человека и скотины? Потому что исходно непонятно, почему нужно человека, который проклинает божественного имени, почему его надо казнить? Он, казалось бы, никого не убил. Это само по себе тяжелый закон. Поэтому здесь про все другие убийства тоже сказано, чтобы поставить преступление, проклятие божественного имени в ранг, в систему преступлений и убийства. Поэтому эти перечисления перечислены для объяснения народу о тяжести преступления и почему его надо забросать камнями. Но то, что подчеркнуто после всего закон один должен быть у вас, непонятно, это какой это имеет связь с запретами убийства и оплаты скотины, убийства скотины. Его можно связать только с самым началом ситуации. Причем в самом начале было сказано, что в 16 стихе и поишелец, и уроженец, тот, кто поихренает, должен быть по этой смерти. Это у нас уже сказано. Поэтому то, что у нас повторено в 22 стихе, это уже явно не про то, что данного человека нужно казнить. Это нечто еще есть особое между пришельцем и уроженцем в одном и том же законе. И в этом плане эта история может и осматриваться как наоборот. Чудовищный провал Моисея и всей системы. И более того, что это некая неспособность посмотреть на реальность, это некая привязанность слишком к жесткой системе, и Моисей привязанность слишком к высшим мирам, чем смотрит на реальность, которая не тревиальна, которая неправильна, которая вся никуда не укладывается. Вот есть ненормальный человек, ни в какую градацию не относится нормально. И вместо того, чтобы попробовать решить ситуацию, посмотрев на реальность, Моисей как бы продолжает по формальным вещам действовать. Поэтому это отдельная критика Моисея, как я сказал. И более того, это и осматривается как корень того, что евреи не вошли в страну Израиля. Что здесь в прямом смысле этого, конечно, нет. Но поскольку у нас вот это неумение посмотреть на реальность и переступить через какие-то формальные вещи, это и есть хуцпа. А нова – смирение. Это как закон дан, так мы полностью по нему идем. И в этом смысле неспособность Моисея решить ситуацию – это смирение Моисея и недостаток у него вот этого самого нахальства, хуцпея. И именно из-за этого мы знаем потом, что именно из-за этого он не вошел в страну Израиля. И… Таким образом, корень того, что там потом лазуйчики не захотели войти. Но почему лазуйчики не захотели войти? Потому что Моисей так всю ситуацию направляет. Она слишком жесткая и она не способна на жизнь в стране Израиля. Она способна на жизнь изгнания, на жизнь пустыни. В пустыне она подходит, а в стране Израиля она не подходит. И в этом плане, если мы так смотрим на всю эту картину, то это неспособность переварить хуцпу. То есть вот этот человек, который неправильный, который сын египтянина и еврейки, он проявляет хуцпа, нахальство. Он хочет влезть в свое место, в колено Дана, колено Дана его справедливо выталкивает. Это все окей. Но система не может переварить эту хуцпу. Система не может найти для нее правильную реализацию. И из-за этого происходит конфликт, из-за этого происходит не просто смерть этого человека, а в итоге не вхождение в страну Израиля. И тогда, если мы все осматриваем систему как общую систему праздников, то, что светильник указывает на хануку, а хлеба указывает на физическое выживание и поэтому терапезу, и поэтому пурим, то тогда, конечно, система хуцпа и анова указывает на День независимости. Потому что все День независимости Израиля, он построен на неправильной ситуации. Вообще, все возвращение в страну Израиля, вся еврейская независимость, и вся геула даже, то есть мессианский процесс, он построен на неправильности. Все люди ненормальные, все люди не те. Именно поэтому традиционные еврейства, религиозные галута и мудрецы, изгнания, большие раввины, не могли принять этой ситуации, поэтому они не согласились с сионизмом. И все идет опять, если мы посмотрим на историю сионистского движения, то вот эта двойственная самоинтификация, сын из рельтянки египтянина, то есть вроде и еврей, и вроде и неправильный еврей, это, поэтому Рафшерки это относит к герцелю, это нам кажется странным такое соотношение. На самом деле, если мы скажем, что это интеграция еврейской идентичности и нееврейской, то это не герцель лично, это все сионистское движение. Оно все началось из именно такой двойственной еврейско-европейской противоречивой сибинтификации. Египтянин и европеец – это здесь ближайшие понятия. Мы понимаем, что египетская цивилизация – это и есть путешественник европейский в этом плане. И они ссорятся из-за места в Стане. То есть они не могут для такого ненормального полуеврея, полунееврея, полуевропейца найти место в еврейской системе. И поэтому нереализованный, как бы, геула – это вот эта история. А когда это исправляется, и геула реализуется, то тогда у нас есть, оказывается, День независимости. И поэтому тогда, получается, светильник, хлебница зрения и история про богохольство и наказание – это корни трех праздников мудрецов. Хануки, соответственно, Пурима и День независимости, который последний, здесь наиболее сложно, но он именно преодоление, того, который здесь был, в отличие от первых двух. И они в истории, поэтому и разнесены, что Хану Курим у нас 2500 лет, и такого порядка, а День независимости только сегодня появился. И поэтому, как бы, история про богохольство, она противостоит даже несколькой истории про светильник и хлебница зрения. И те были в храме, а это в Стане. Здесь тоже противостояние святости и будничности. И День независимости берет свой корень в будничности. А не в святости, исходно. И реализует святость, включает в святость вот эту будничность. В этом вообще суть Дня независимости. И тогда вся история, вторая половина, я сделаю мор, вся очень правильно укладывается во все праздники Израиля в полноте. В субботу праздники из Тары и праздники из мудрецов. Вот примерно такая картина возникает. Теперь вопрос, который был. Да, но как бы человек не говорит, не знаю. Кто у нас вопрос задавал? Я закончил. Прошу прощения, что я не мог прерваться, потому что мне нужно было это договорить. Ваши вопросы? Кто у нас был? Олеофан. Олеофана знаете, нет? Да, да, это я был. Да, давайте, ваш вопрос. Извини, я мог ответить вначале, потому что я должен был дарускать. У меня просто возникло такой вопрос. Вы все вроде объяснили, теперь понятно. Не знаю, как-то другим. Спасибо большое. Тогда мы на сегодня закончили. Мы уже и так в полтора раза перебрали время. И продолжаем. Какого там у нас дата? У нас 26, по-моему, июля. Правильно? Всех. Я уже посмотрел. У нас 29 июля. 29. Две недели не будет. 29 июля следующее наше занятие. Окей. Ну, хорошо. Тогда мы... Спасибо. Спасибо за внимание. И на этом мы закончили. Стоп, шер. Секунду. Все. Секунду.